Участники финансовых рынков теперь готовятся не только к ужесточению политики Федрезерва, но и Банка Англии в том числе. Сегодня в отчете по инфляции Великобритании были предоставлены признаки перегрева британской экономики. Инфляция в Великобритании должна была ускориться с 2,1% до 2,3%, но оказалось, что она выросла до 2,5%, и это трехлетний максимум. И по аналогии со вчерашними данными по инфляции в Соединенных Штатах, это привело к росту фунта. Хотя, скорее всего, дело не в инфляции и ее росте, а именно в том, что вчера фунт уж больно быстро терял свои позиции и оказался несколько перепроданным, так что локальный отскок был вполне ожидаемым развитием событий. Хотя по единой европейской валюте ситуация в целом аналогичная, она пока что топчется на месте. Потенциальный рост единой европейской валюты сдерживает промышленное производство, которое за месяц сократилось на 1%, хотя ждали роста на 0,1%. В годовом же выражении темпы роста замедлились до 20,5% вместо 25,1%. Но именно годовые данные сейчас не так уж и важны в силу сохраняющегося влияния эффекта низкой базы. В любом случае речь идет о явно нестабильном восстановлении европейской экономики, что конечно же снижает интерес к единой европейской валюте. Хотя рост инфляции в Соединенных Штатах и привел в итоге к росту доллара, это скорее всего следствие шока от увиденных цифр. Тем не менее, все больше и больше опасений относительно того, что продолжающийся рост инфляции все же окажет свое негативное влияние на темпы восстановления американской экономики. Тем более, что сегодняшние данные по ценам производителей могут убедить всех в том, что инфляция продолжит расти и дальше. Раз уж вырастут цены производителей, то и потребительские цены должны продолжать ползти вверх. Так что единой европейской валюте еще предоставится шанс несколько усилить свои позиции. Что мы пока видим на графиках. Валютная пара EURUSD после непродолжительного коррекционного хода в период 8-9 июля вновь возобновила нисходящее движение, где вследствие этого был пробит уровень поддержки 1,1800. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть стадию отката в связи с локальным статусом перепроданности евро на фоне вчерашнего ослабления. В данной ситуации можно предположить, что ценовой откат ориентирован на ранее пройденный уровень 1,1800, что может стать перегруппировкой торговых сил. Новый виток ослабления евро ожидаем после удержания цены ниже отметки 1,1770. Валютная пара GBPUSD в период вчерашнего торгового дня проявила достаточно активный нисходящий интерес, что привело к восстановлению коротких позиций примерно наполовину относительно коррекционного хода в период 9 июля. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть аналогичную картину, что и с европейской валютой, где наблюдала стадия отката. И в данной ситуации за продавцами все еще остается шанс на последующее нисходящее движение. Но для того, чтобы объем коротких позиций вырос, котировке необходимо вернуться ниже значения 1,3800. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok